ДОТА Итак, дорогие друзья, возвращаемся обратно в эфир. Union Gaming против SP, это у нас предпоследняя карта на сегодняшний... Это, наверное, уже даже не вечер, а на сегодняшнюю ночь. Доты. Так, ну и еще раз глянем на турнирную таблицу. Посмотрим, какова вообще ситуация у данных команд. Ну и в принципе в целом. Ликвиды одерживают 3 победы подряд, так же как и Union Gaming. Топ-5 у нас входит в троечку и в них статистика 3-1, так же они имеют 9 очков. 3-2 статистику ОЦНБ, чуть хуже, чем у предыдущих. Ну и далее идут у нас ребята из NAR, команда, которая тоже является фаворитом данной квалификации. Тут у нас мнение разделилось между NAR и Liquid. Эти команды мы посчитали, что попадут на International. Но кто из них попадет, кто из них будет бороться за что-то и вообще попадут ли они туда, это еще пока не факт. Но время покажет. У них пока 2-0. Далее у нас идут ревенжи с Nikenix Assassin 2-1, 2-2 соответственно. Yehagi и Nessy. Ну Yehagi еще хотя бы 2-2. Идут Nessy прям совсем. У них 0-3, SP вообще 0-4. Ну и Sirius, и Surus, и Sirius. В общем не важно, эти ребята имеют статистику 0-5. Им тут уже вообще ничего не светит. В принципе так же как и SP. Так что я надеюсь, что SP сейчас наберу такой супер-пупер-мега-трешовый пик, в котором будут просто-напросто... Так, вот эта вот штука, она очень хорошая, но к ней нужно привыкнуть. К ней просто нужно привыкнуть. Оп, оп, так. И у нас играет Union... Что-то... Ага, надо еще и слабить. Во, Union Gaming SP. Вот тут есть слабенький пик. Так, ну что, перейдем непосредственно к банапикам. Union Gaming у нас, значит, забирает Shadow Shaman и Likana, ну а SPN взяли себе Darkseera плюс Транта Протектора. По банам Сенткин Кентавер. Ну, Кентавер это, наверное, один из самых сильнейших в последнее время героев, которых берут. Да, мало то, что он стринжевик, он, в принципе, сам по себе сильный, да, но он и правда является очень сильным героем и отдавать его, если есть возможность забанить, то лучше все-таки банить. Либо ты его, блин, сейчас микрофончик, либо ты его забираешь, либо ты его банишь. Тут другого, как по мне, не дано. На второй стадии также банят Dragon Knight'а, потому что Peak Union Gaming уже насыщен жестким пушем, ну и, соответственно, если им дать еще каких-то Dragon Knight'ов и прочих персонажей, которые можно пушить, то шансы у SP сдержать натиск будут очень и очень низки, так как Тренд, он может справиться со всякими Некрами, со всякими Волками, но он не сможет справиться с Dragon Knight'ом, который в рейнджовой форме будет расстреливать Тауэр. 5 секунд Radiant's Pick 5 секунд И, соответственно, сейчас наберут еще героев, соответственно, ну и будут как-то отбиваться. А Луна в это время будет фармить. И если все пойдет по плану SP, то весь пуш Union Gaming должен захлебнуться, дойдя до Т3 Товеров. Именно там самое сложное. Но если Union Gaming наберут жир и преимущество, которое им, по идее, должно позволить завести эту каточку, то, думаю, шансы... Шансы задефить даже вот такой комбой будут очень низкие. 5 секунд Ну, вроде были они. Я сейчас смогу ошибаться. Так, ну ждем, посмотрим, что они дальше возьмут. 06 06 06 06 06 06 06 06 06 Продолжение следует... 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 Унионвин приятного просмотра... Хе-хе... Да... Знаете... Тут не надо быть вангой... Чтобы... Догадаться... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, знаете, что меня радует? Вот меня больше всего радует, что в первый день Это у меня, так скажем, такой Пристрелочный день Я еще ни разу не забыл убрать рамку Это очень радует И пока Ферсблада ни одного не профукал Что тоже очень даже хорошо Ну что, у него гейминг Значит, что тут у них По героям Энджел будет шпилить о Фурионе Сидерал далека, а не Сидерал, кстати Ах, я запомнил его игру на Брюмастере Красавчик Товарищ с очень жестким никнеймом G3 Ричо Ричо Короче, сильный дотер Просто сильный дотер Иво на тролле Довольно интересный выбор В виде тролля Ой-яй-яй, какую грязь Сделают СП Лостит Мэджик Тренд Протектор На Ирох у нас будет играть Даркс Первый Луна Чикен МС Шторм Спирит И Джойк на линии Ну и Рошана Ай, как они его Ну же мой Еще чуть-чуть И Дарксир отъехал Сейчас Тренд отъедет Ай-яй-яй Тренд отъехал Но они должны все равно забрать Рошана Оставляют они еще этого Рошана Шторму Вот так вот Шторм получает Фулл Экспу У него сразу Тренд Подождите, стоп Нет, не Фулл Экспу Тогда Был бы Фулл Экспу Точно не Третьего Но, как мы видим Тут Экспар Сделилась между Луной, Линой И Штормом Больше никто не получил Дарксир убежал И Тренд умер Ну, то, что Тренд умер Это не страшно Он как раз отхилился И моментально вернулся обратно Тут надо было даже Дарксиру еще фидануть Чтобы вот сейчас Не сидеть на базе И Не хилиться Так как это на нем Отразится довольно серьезно Но Учитывая этот факт Что Получил деньги С Рошана То, соответственно Ты просто покупаешь Скролл И возвращаешься на линию Довольно быстро Ну и теперь Тяжело будет Завладев таким Преимуществом В СП Вот Что они сделают Они просто будут Ходить и убивать Эти всякие Лины Третьего левела Это страшная штука Ну а Что может сделать Тролль Тролль Смотрится Совсем Как бы здесь Уныло Луна С базилкой Ей буквально Чуть Немного Во все Мана есть Тут Мана есть Надо цеплять Тролля И убивать его Они могут легко Взять и убить Тролля Лина Под бим Дает свой станчик Если она На рейндж подходит Просто бим Сверху сразу стан Все И с руки Забивает Тролля Он там пока Раздуплится Даст свои Топоры Там уже Пол хп Как не бывало Ну а дальше Там как-нибудь Его Таколупает Так Интересный Такой момент Лина решила Соло подойти Загулять Тролля Поэтому и выжил Шторм Перед Я так понимаю Волки убили Руну Шторм Шторм Бедный Проколесил Пол карты За этой руны А ее тупо Взяли Сломали Но если Union Gaming Смогут Выиграть У SP При том Что те Забрали Рошана То это Будет Что-то Эпичное Просто Это Будет Реально Эпично Так как Все-таки Ну да Union Gaming Конечно Сильны Но не Настолько Чтоб Прям Выигрывать Команду То есть Тут даже Скорее Будет Тревожный Звонок Для SP Раз они Шли Убивать Рошана Это означает Что так Так как Курьерчик Курьерчик Фура Поработал Молодец Принес Своей команде Золото Причем Очень Важное Золото Без этого Золотишка Я думаю Команде Было бы Очень Сложно А теперь Уже Как-то Можно Выкручиваться Смотрите Да Экономика Начинает Восстанавливаться И Проблема Дарксира Это минус Вот она Та самая Энчантерс Которая Выходит К тебе В спину В неожиданный В самый Нежданный Момент И Выписывает В тебя Все Что у нее Есть А есть Как мы Видим Тут Не так Уж и Мало Так Вортекс Спирал Сразу Сваливает Ну Тут Демо По идее Хватить Не должно Маны Тоже Мало И Вроде Как И Не Попрыгаешь Все А с Буталя Восстанавливается Он Даже На базу Убегать Не Хочет Настолько Вот Наглый Надо Обузить Ботал Аегису Шторма Уже Скоро Сам По себе Выпадет Его В любом Случае Влекан Никак Убить Не Может Поэтому Наличие Аегиса Шторма Бесполезна Бесполезна Лучше Лучше Бо Они Этот Аегис Отдали Какому Другому Герою Например Дарк Сиру Который Мог бы Там Играть Очень Нагло И Вот Как Он Сейчас Сыграл Нагло Умер Из-за Этого Ну В общем Любому Другому Шторма Вмени Убить Кто Его Придет Сюда Убивать Наверное Может Другие Расклады Думали Что Будут В общем Неважно Тут У нас Забирает Шадо Шамана Тролль Тоже Делает Килл То есть Размен Очень Даже Приятный Учитывая Что Фраг Сделал Сам Тролль И Численное Преимущество Это не за Командой Union Gaming Была И вот Он Прилетает Сюда Фура Подтянулся Ликан У Ликана Нет до сих пор Утимейта С дабл Дэмэджем У него Урона Очень Много Будешь Драться Братюнь Ты его Убьешь Развернись Просто Иди сюда Васса Ты чего Да Ну Ударь Ты чего А он Не хотел Из него Егис Выбивать Я понял Он Просто Бежал Потому что Понимал Что Его Могут Убить И Шторм Прыгает На Фулмону Просто Прыгает На Фулмону И делает Килл Вот Такой Да Я на самом деле Совсем Упустил Из виду Наличие Егиса Вот он И пригодился Под Самый Конец Он Уже Должен Был Выпасть И Принес Он Все Таки Свой Профит На Топе Умирает Луна Ну Union Gaming Показывает Что Они Выше Уровня В Игре 1800 У Энчантрос Тут Мы Видим Шторма 100 Но Ситуация Шторма Довольно Неплохая Наверное Единственные В команде У которого Все Хорошо Хотя Нет Утроля Тут Ну Не Утроля Как раз Таки Хорошо Луны Так Себе Крип Стат 28 Луны 23 Да Даже На топе Вот Тролль Казалось бы Всего Лишь Дабло Они Тут Стояли Сапнуть Пытаются Лина Стан Заюзать Не Успевает Дает Слейф А кто-то Перехватит Никто Не Перехватит Никого Рядом Нет Некому Перехватывать Штурм Спирит 800 Галдишки А Нет Все Таки Убили Что Как И И И Догнали Это Реально Это Шадоу Шаман Ребят Это Герой У которого 335 Эмэса Если К нему Никто На помощь Не Подтягивается То Это Беда Полнейшая 1200 Голды Можно Взять Либо Поинт Бустер Либо Аркан Бутсы И Это Аркан Бутсы Вот так Теперь Надо Идти Вмит И Объяснять А тут Уже Ликан Объяснил В сам Соло Ну При помощи Тролля Конечно С его Ультой Драгонслейв Не цапнул Отмансовался Сидирал Не Он Молодец Он Реально Красопед Прям Смотришь На него Практически Не ошибается Все Делает Очень Четко Пошел Под Тауэром Забрал Когда Он Убегал Он Понимал Что Вот Надо Бежать Бежать Как Можно Дальше Так Как Когда Собьют Аегис Он Воскресится И Полетит На Фуллману И На самом деле Чуть Чуть Не Хватило Ликану Чтобы Уйти Прям Не знаю Каких То 100 200 Там Может 300 Рейнджи Та бы Его Уже Шторм Точно Не Настиг Цапнуть Пытаются Тролля Ну Этого Товарища Цапнуть Под Фейзами Очень Сложно Потому Что Станов Тут Как Таковых Нет Линии Чтобы Попасть Своим Станом Надо Подойти А Чтоб Подойти К Троллю С Фейзами Нужно Умудриться Не знаю Каким Образом Скорее Троллю Умудриться Чем Линия Тут У нас Игруля Немножечко Подуспокоилась Перестали Труг друга Попинывать У Лины Появился Ультимейт Но Реализовывать Этот ульт Пока Я так Смотрю Не особо Горит Желанием Опа Энчант Разбахнули Снизу А у Энчи Мидас То есть Вот так Вот Мы поняли Что После убийства Рошана Все будет Не так Просто И решили Немного Укрепить Свои позиции В экономике Ну В данный Момент Пока СП Впереди Не намного Но все таки Впереди Луна ПТ Аквила Маска Вам Вольно Ставится Вардец Очень интересный Вард Прям Очень Интересный Что Будут Ломать Его Ставятся Смолки Будут Ломать Его Боже мой Что я Несу Откуда Они Вообще Знают Что там Стоит Этот Вард Вардец Гейминг Нельзя Сказать Что сильно Отстает По экономике Но Чтобы К тебе Пришли И поставили На 10 Минуте Вот такой Вард Это Довольно Странно Это Чтобы Контролить Энчантрас И видеть Ее Перемещение Так Тем Временем Бахают Эклипсы Фурион Умирает Хотя попытка Была Как раз Так Убить Луну В итоге Еще Умирает Шадоу Шаман Прыгает Шторм Спирит Что-то Унион Гейминг Посыпались Причем Посыпались Очень Плотненько Это Минус Три Триплкил Оформляет Луна Вот Тебе И напали Давайте Посмотрим На Нетворс 5300 4400 Эмм Как так вышло В какой вообще Момент Они Я говорю СП Это Это вообще Непонятные Какие-то Дотеры Как они Во-первых Этот Триплкил Сделали Вроде Казалось бы Унион Гейминг У них Все Хорошо Но Ладно Будем Короче Наблюдать Картины Происходящего Честно говоря У меня уже Мозг Как-то Заплывает От того Что происходит Я Немного Вдуплить Не могу Какая-то Наркоманская Реально Катка Команды Какие-то Непонятные Мувы Изображают А ты Сиди Понимай Что они Что они Вообще Делают И как Они Это Делают Шторм Вроде Все Хорошо Но При Этом Пока А нет Слушайте 11 Минут Так Так Учение Что уже Прошло Минут 20 Хотел Сказать Айтемов То У него Нет Но Нет В порядке В порядке У него Нетвор Стоп 2 4 800 2 5 5 900 Прыгает Шторм Цапнуть Не удалось Дальше Прыгать Не стал Опа Ну Там же Видно было Что прыгал Шторм Почему Фура Подставился Такая Непонятная Серьез Ситуация Оставятся Змейки Шаттл Шаман Я так понимаю Собирается Умирать Вместе С этими Змейками Ну Вот А как Это Пообесить По-другому Отвешивает Хекс Получает Ульту Умирает И со Змейками Надо Стравляться Шаттл Шаман Решил Что я Своих Змеек Короче Ребят Не брошу Вы можете Бежать Я останусь С ними Это Просто Минус Пачка Змеек Минус Сам Шаттл Шаман У него Гейминг Сейчас Вытворяет Такие Вещи Что У меня В голове Не укладывается Как Они Это Делают Смотрите Да Графики Вроде Более Менее Более Менее Вот Как То Шли Ровненько Ровненько И Потом Резко Пошли Вниз И Если Все Так Продолжится СП Доведут Эту Игру До Победы Шторм Спирит Уже Почти Сорчедом Даркфир Нека На 12 Плюс Сул Ринг Так А тут Луна Которая Уходит Которая Уходит Непонятно Вообще Как Но Она Уходит У нее Яша Очень Быстро Бегает Конечно Слава Себе Луна Так Энчантра С Медасом Себе Пошла Доделывать Пауэр Триды И Сейчас Умрет Опа Шторм Немного Промахивается Но Не Страшно Не Страшно Все Равно Убьют Блин Попадает Станом Делает Килл Блин Я вообще Не знаю Че Нацеремонии Лас Могла Бахнуть Свою Лагуну Все Рундаун Очень Маленький Поймались Сидирала Подрубает Утимейт Пытается Уйти Получается Это Сделать Развернулся Подошел Дал Лапой Тычку И делает Фраг Нормально Живет Не ну Ликан Он Сейчас Начнет Свою Лепту Вносить В эту Игру И вообще Пик команды УГ Начнет Себя Проявлять Уже Буквально Через Минуту Две Ультраля Ликан Там С некрами Фура Змейки Под этим Всем Добром Очень сложно Будет воевать Даже При том Что преимущество У тебя Там В 5000 По Эксп В 7 Тяжковато Будет Что-либо Делать В принципе Вот они Тренты Пошли Сейчас На трентов Что-то Ты Заюзаешь Ливен Армор Ливен Армор Спадает Практически Моментально Ликан Подрубает Хауль Ну и Тауэр Просто Тупо За счет Сумонов Практически Сломали Но Воевать Не хотят Бояться Это еще Не было Змеек Это еще Пока Некрачи Не доделаны Тут еще Энчантрес Конечно Ни к силу Ни к городу Вот Почему Потому что Ну по пику То она Очень хорошо Входит А Именно Потому что Убили Рошана Энчантрес Чем хороша Она хороша Своими Гангами В начале Игры То что Она выходит Там На один Лайн На второй На третий Плюс она Может сразу Выходить Пушить Если гангать Там Да Например Мало Эффекта Мало Смысла Либо Тупо Никак Не получается И все И эта Энчантрес Она имеет Огромное Количество Плюсов Но если Противник Убивает Рошана То Убить Его Считай Не получится Просто Напросто Отобьется От этого Пуша Очень легко Еще и Наваляет Тебе И Единственное Что остается Тупо Формить Вот Энчантрес Тупо Формила Паузу Попросили У нас Ребята Из СП Так Ну вот СП Реди Обновляется У нас Игруля К счастью Пауза Недолгая Вообще Я надеюсь Как минимум На американской Лиге Паузы У нас Вообще Будут Короткие Потому что Это ужас Это Ужасть Ужасть Длинные Паузы Прыгает Штуар Цап Тролль Просто Попадает Под такой Фокус И Вообще Тут Ужас Полнейший Отмаливается Энчандрос И вот Они СП Имея Преимущество Ну Наконец Таки Они хоть Что-то Показывают На этой Квалификации И говорят Да Ребят Мы можем Удивлять Ну Конечно Основной Основной Буст Был Конечно От Становится Определяющим Фактором По Какой Причине Вот Не Получается Выиграть Еще Конечно Рано Говорить О чем Либо Могут Еще Union Gaming Подтащить В этой Каточке Только У Люкана На 16 Минуте Кроме Владверса Ничего Нет А это Уже Не Есть Хорошо Сидирал Сетиком Фармит Не пытается Просто Хотя бы Как-то Ага Тем временем Сапнули Тролля Тролля Должны Забрать Ну Да Тролль Все-таки Минус Вешали Торчит На шадо Шамана Тычка Прыжок Еще Тычка Ну И Что-то Как-то Убить Его Не Удается Мана Закончился Шторма Проблема У Люкана Люкан Будет Разворачиваться Должен Я не знаю Чего он так боится Не Он боится Потому что Его тут Собственная копия Сейчас Скушает Тролля Вместе Санчу Отправили В таверну Ну И На этом Файт Заканчивается Теперь СП Перенимается Коряб Т2 Тавер Пуш Потенциал У СП Очень слабый Вот реально Что-что Пуш Потенциал Очень слабый Но у них Лейт Силен И Когда Луна Нафармить Свои Айтемы Там уже И ТВРа Падать будут На ура Тащится Белуна Что? Тащится Белуна Рецепт На манту 17-ая Это минута Нетворс 9300 Ну Такой Такой Гейм Типичный Гейм В котором Одна из команд Забирает Рошина И гнет Свою линию При всем В том Что Где-то Наверное На Минуте Пятой Еще было Все более-менее Неплохо Преимущество Составляло Всего 2000 И до Седьмой Где-то Шестой Седьмой Минуты Это преимущество Держалось Ну Немногим Больше Потом уже Что-то пошло Не так Пошли Какие-то Фитфесты И Какие-то Непонятные Муны Триплкил Отдали Луне Отдать Триплкил Луне Я не знаю Каким образом Они умудрились Но Умудрились Нападает Опять На Шадоу Шамана За Шадоу Шаман Вообще Ничего Вкастовать Не может И становится Очень легкой Добычей Фура Фура уйдет Фуру Так просто Не взять Там Продамажили Но не убили Лекан Также пытается Уйти Но вот Его Не простили Ему повезло Меньше Лекана Есть Некра Но Больше Нифига Какие-то Прям Стишочки Пошли Тут уже Скоро Бик-А-Би Будет Даггер Арканцы 19 минут Бам 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 Ой-ой-ой-ой-ой Боже Фура Прилетел Ты ж Посмотри-ка А Ищет Ищет Ну Понятное дело Что Лина А И улетает обратно А Лина тут Так просто Себя В обиду Не даст На самом деле Копейки Демаджа Не хватило Чтобы Сульты Убить Но Такое Бывает Леканчик Тут будет Фармить Себе В лейте В лейте Вот знаете Вот эти Некра Сейчас Как по мне Лекану Ну В принципе Вот на тот момент Когда он играл Ему уже не нужно было Делать Некра Вот Это очень сложно Принять такое решение Не покупать Некра На Лекане Но Должен был Сидирал Сделать Именно такой вывод Ну потому что Некра против Луны Которая Этих Некрачей Убьет за секунду И будет Она только Фармить Это глупо Уже Все Они Довели игру До той стати Где эти Некра И там Все остальные Сумоны Типа Волхов Там Энчантер Что-то будет Подчинять Они только будут Приносить бабки Дополнительные Луне Ей достаточно Там Трех тычек Сделать И остальной Глывы Доделают За нее Такой стан Под себя Но С даггером Не так легко Даже с даггером Попасть Станом И как мы видим Шатул Шаман Тут умирает И еще и оставляет Свой Ультимейт Крит Ребята Фармите Не жалко Все для вас Волна В это время Делают себе Деньги Голды Энчантрос Ты чего хочешь Понятно С тобой Ага Подтянулся Ликан Луна Дерется Понятное дело Что числя преимущества Явно было Ой-ой-ой А что Ну у него есть Все нормально У него есть Оеги Сейчас он Сейчас он Прыгнет Ужак И еще полманы Остался Ну что Столько же Может прыгнуть Да Штормспиле Это конечно Приятно Если бы был Какой-то Хекс А какой-то Хекс У нас Был Стоп Подожди Он Получается Здесь Что ли Он вроде Умирал Да Он был Тогда Еще В таверне Энчантрос Энчантрос Не дождалась Своих Тиммейтер Я не знаю Что это было Но луна Не упустила Своего шанса Сделала Килл Но с другой Стороны В любом случае Размена Приятный Для Union Gaming Сто Потеряли Керри Который Достаточно Долго Сидит С Таверни Тавер падает В мгновение Еще одна Такая ошибка И упадет Еще один Тавер А там Того и глядишь Наберут свой жир Union Gaming И втащат Им эта игра Гораздо важнее Чем для SP SP уже По-моему На этой квалификации Мало что Спасет А вот Union Gaming Эта каточка Она довольно таки Важна Я думаю Самый Ну Одни из самых Слабых противников Это SP Если они Не смогут Выграть у них То Чего уж там Говорить про остальные команды Ну и тут Опять же Да Была бы Например Опа Орчит И давай Иди сюда Дорогой Подтянулся Еще Тролль Говорит А меня побить Его в принципе Тоже побили Очень нагло Играет Товарищи Зендерлз А то Он как-то Очень дерзко Так бегает Подставляется Ну потому что Наверное у него есть Мека И он С парями Хилиться На Лекана Нападение Больно Лекан Дерется И кстати Сейчас он убьет Да 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 Должен Должен Ливенорморт Прыгает Тренд Влочит Ух Пол хп Как не бывало Но Зато Засейвили Своего Шторма Штормающий Дагончик Такой Шторм Он Очень лютый Но он Лютый Только против Одного героя Но он прыгает Дает ему Орчет Дагон Проказ Тот Сто процентов Умирает Но Дальше Она Уже Заканчивается Поэтому Дагон Он Нехорош Потому что Дагон Он Не дает Тебе Никакого Регена Никаких Там Никакого Сейва Ничего Дает Только Возможность В Сингл Таргет Кого-то Зафокусить Очень Быстро Вроде Как Немало Но Вроде Как И Так Уже Много Так Неужели Он Не Видел Походу Дело Так И Есть Он Не Видел Хорошо Такой Дарксир Плотный Но Там Импетас Конечно Нормальный Он Накрывает Дарксир Наносит Огромное Количество Урона Ребятам Из Union Gaming Пока Они Его Убивали И Отваливается Shadow Shaman Ликан Бегает Под Ультой Они Наверное Немного Прифигелись Такого Дарксира Если Б рядом У Этого ДСа Был Хотя Б Кто-то Сейчас Бо Мы Наверное Наблюдали За Тим Вайпом Команды Уг штурмевич подрубает бкб тролль драться то не хотят сп ну как минимум пока утра ля бкб висит луна в принципе тоже с бкб хай не они точно теперь драться нему дарксир на топил дарксира шива мека вообще все что все что захотел нафармил еще будет дальше фармить как я смотрю не особо стесняется делать себе еще какие-то шмотки неправильно но остальные ребятки в поисках приключений то что я никогда в наушниках но последнее время в наушниках не сижу я сейчас сижу в наушниках такие интересные звуки на вот сопровождающие скиллы эффекты звуковые папа дорогой подгорчат его ну или на дает свой ультимей тут по идее должны тролля убить роль минус что распирит упрыгивает хп очень мало но добить ничем не чем троих цепляет ультимейт подтягивает сюда луна подрубает эклипс достается даже урсом все попадает просто под фокус команды сп ну единственный кто выживает это лекан и угадайте почему то что не было в замесе этого товарища тоже накрыли медным тазом 10 на 28 сп я не знаю в них вселились какие-то демоны или наоборот в юн гейминг может быть селились демоны они начинают так вафлить реально я говорю вот этот рошан он он как бы да он дал жесткий толчок я не могу сказать что из-за рошана победили сп он реально не всю игру решил union гейминг имели шансы безусловно конечно если не рошан то там игра могла закончиться за 20 минут и union gaming сейчас праздновали победу шансы в любом случае были и и сейчас еще есть что там шторм он делает себе а вот к слову да догони я же не договорил то есть ты как бы если берешь линкен то он тебе обеспечивает какой-то сейф от например кого нибудь хекса да если ты делаешь себе бкб то ты вообще болтяр уложил на все магии ну а если ты покупаешь себе хотя бы тот же плацтоун то тот тебе дает огромное количество маны и дикую регенерацию ну и плюс ты там воскрешаешься довольно быстро а учитывая что игра складывается для шторма очень круто то купив себе какой-то плацтоун он просто-напросто наберет очень много зарядов 8 на 10 так он это такой себе выбор так ну забрали рошана начинается трак это самое плохое что могло сейчас произойти пытается торг сир раскастоваться его довольно быстро убивает два в один размен фура очень побитый фура уходит с телепорта штармевич у него еще есть сыр надо прожимать не жалеть да вот он прожимает его прыгает делает килл все сделал правильно на фуром на ботом-лайн тут аж смогла убежать энчантрас ее тоже убьют минус 4 ну а фура выжил вы видели да она там буквально какой-то копеечки ушел с телепорта толкает а вот это наверное единственный герой который будет очень жестко напрягать но есть шторм вы знаете трилл даяс мид-тавер не будет много времени догон уже какого догон второго пока самое главное что он сделал бкб теперь уже можно максить даже этот догон он принесет свои плоды шорчит сам по себе дает довольно хорошую регенерацию плюс дэмэдж с догончик у нас будет иметь маленький кулдаун если его промаксить что так скажем по кулдауну орчиды и догона может кого-то минусовать а куда он это мне такие уж и большие довольно приятно бам-бам-бам иллюзии зачем их уводит а тавер просто тавер просто додина и было не хотели доводить чтобы в общем-то не задина или но в общем подошел у нас товарищ тролль решил грит ребят давайте я попытаюсь задинаить в итоге его просто взяли и убили энчантрас подошла я не знаю зачем походу не хотела похилить ну похилила как мы видим теперь т3 tower на ровном месте отдают юнион гейминг ну это прям какой-то полный трешак чаба и бэкнулась понятное дело что отдавать линии вообще не вариант там луна уже с сатаником три косаря голды скоро сделает butterfly и сейчас тоже предъявить нечего и уже сейчас реально ничего не сможешь сделать сатаником и мантой и плюс бкб хайвана вы развалить всю вражескую команду и даже не почувствует дэмэджа две сотни глэйвы прыгают вот а вот они эти самые глэйвы минус один тренд сайт ультимейте минус 2 лихан уходит только потому что до него фокус дошел с ну до самого последнего это гг 12 на 36 я не понимаю как мы могли гейминг проиграть честно говоря этим дотером из сп но рошан творит чудеса рошан убитый на первой минуте даже не на 1 на 0 до выхода крипов он реально творит чудеса так что нужно быть бдительными нужно играть на предельной концентрации и ожидать от противника подобные мувы всегда чекать рошана надо себе так скажем правило вписать в доте всегда чекать рошана при любых раскладах чекать рошана отваливается все отваливаются это уже такой последний файт чисто отделать нечего понятное дело что выиграть его не получится тренд покупается и rapero нормально единственный тренд который купил rapero за всю историю по сидерал конечно явно не доволен прям прям явно не доволен игрой своих тиммейтов но что поделаешь что поделаешь рошан ну ладно все таки все таки определяющую роль я думаю в этой встрече сыграл именно рошан как ни крути если бы рошана не убили товарищи сп то ну затащить может быть они бы и затащили но эта игра дата длилось не 30 минут а 60 минут потому что луна должна была бы одеть себе 6 слотов с бустом без буста рошана она бы так быстро не оделась как получилось это сделать в этой карточки ну что у нас еще будет